Лежачее дерево Несколько слов о романе «Лежачее дерево». Есть русская пословица «Лежачее дерево рубят». Огорские юреи, по существу в течение всей своей истории, оказывались в положении лежачего дерева. Это книга о том, как дети горских евреев, сами того не зная своего прошлого, оказались на территории Афганистана в период трагических событий. Это книга жизни мальчика. Будучи ещё ребёнком, оказался в ситуации горевшего ребёнка в огне, потерявшего отца и мать, и близких своих, и бежавшего от этого, куда попало. И в силу судьбы, которая распорядилась, он оказался на территории войсковой части, в Кусарах, недалеко от Кубы, и его подобрал воинский патруль. И вот как он вырос, как у него родились дети, и как он сам, потерявший память, вот из-за тех событий, в которых оказался ребёнком, не зная, кто он и что он, прошёл через горнило жизни, и в конце жизни узнал, что он горский еврей, что сын, сын горского еврея. Будучи большим учёным о его трагической судьбе, вот, я рассказываю в этом романе. Для меня эта книга – напоминание о том, что тысячи таких, как вот герой этого романа, не знал своей истории. В силу сложившихся трагедийных событий забыл о своём происхождении, забыл. И такие были и женщины, такие были и мужчины в нашей жизни, в нашей истории. В этой книге в сжатой форме написано об этом, но в конкретных ситуациях, оказавшись в этом. Вот, для меня это очень дорогая книга. Я бы советовал своим читателям обязательно прочитать эту книгу. Я большой исторический материал собрал по событиям в Афганистане. Я бы хотел, чтобы читатели мои, мои соплеменники знали о том, что всё моё творчество я посвятил своему народу. Все книги – это история моего народа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok